Хэй-хэй, любители видеоигр! С вами Кристина Финк, в эфире шоу 1 на 1, где мы выбираем две вещи, два события, два явления, двух людей, которые вам интересны. Рассмотрим их со всех сторон, и вы выбираете, кто же из них круче. В прошлый раз мы вспоминали легендарных игровых героев Марио и Соника, и победителем в нашем джетельском голосовании становится Соник! А сегодняшняя тема тоже будет тесно связана с играми. Давайте начинать! ПК против консолей Еще один вечный спор, который, пожалуй, никогда не будет решен. Что выбрать, консоль или ПК? На чем удобнее играть и почему? И разве нам нужны одни лишь игры? Вот сейчас и разберемся. Мультифункциональность Персональный компьютер сейчас есть в любом доме, в каждом офисе. Современную жизнь без него вообще невозможно представить. Оформление текстов и таблиц, работа в редакторах, обработка и хранение самых разных файлов. Все это в полной мере можно сделать лишь на ПК. Кстати, это видео я тоже монтировала на компьютере. В то же время, наличие в доме консоли не обязательно. Без нее вполне можно обойтись. Это в первую очередь показатель того, что вы любите играть, причем именно на приставке. Что касается функций, не связанных с играми, то консоли в этом плане не шибко далеко ушли от ПК. Кино, Blu-ray, привод, музыка, ваш любимый YouTube. Все это и на компьютере есть. Чего там нет, так это... Хм, по-моему, на игровых консолях нет вообще ничего такого, что было бы не связано с играми и не было бы доступно на ПК. Не считать же за уникальную особенность телевизионную экосистему от Microsoft, которая в России, ну, очень вряд ли переживется. Удобство в использовании Чтобы почувствовать максимальный комфорт от использования своего ПК, вам понадобится Компьютерный стол, желательно с отдельными полками для колонок и системного блока Мягкий и удобный крутящийся стул, на котором вы будете сидеть перед монитором и старайтесь держать спину ровнее Геймпад, не будете же вы играть в Devil May Cry на клавиатуре Большой экран и мощное современное железо, чтобы все игры шли на ультра Для игры на консоли вам будут нужны Сама консоль, телевизор, удобное кресло или диван Можете докупить еще пару геймпадов, чтобы было веселее играть с друзьями Многие скажут, что играть в стратегии, РПГ или шутеры на геймпаде совершенно невозможно И будут правы Хоть разработчики игр и пытаются всеми силами сделать стрельбу с джойстика удобной Иногда даже получается Но выставь такого игрока против геймера с клавиатурой и мышью, и у него не будет никаких шансов Diablo 3 на консоли так и вовсе больше похоже на слэшер, в отличие от ПК-версии Где все управляется мышью Зато файтинги, слэшеры и платформеры ПК-юзеры без геймпадов никогда не смогут оценить по достоинству Это чисто консольные жанры На консоли еще очень неудобно печатать текст Вот хочу я написать остроумный комментарий по теме выпуска И пока я найду нужную букву, кто-то уже 10 предложений с клавиатуры напишет Игры Ну вот мы и добрались до главной причины холивара о ПК и консолях Где лучшие игры и почему разработчики обходят ПК стороной Чаще всего выпуская игры неоптимизированными, недоделанными или вообще через полгода Здесь все просто Большинству игроков гораздо легче один раз купить консоль, чем каждые два года водиться с обновлением железа для быка Потому и спрос на консольные игры гораздо выше Денег с их продаж можно выручить больше, а значит и приоритет отдается им ПК-версия делается скорее до кучи Речь сейчас идет конечно же не о студиях, вроде Blizzard или Valve Эти ребята ПК как игровую платформу любят и ценят А в их творении люди играют годами Warcraft, Half-Life, Dota, Counter-Strike Напишите в комментариях, что бы вы добавили в этот список Говоря об играх для консолей, отдельной строкой надо сказать об их эксклюзивах У вас было такое, что вы смотрели обзор какого-нибудь из них и жалели, что не сможете поиграть в него? На PlayStation 3 такие игры выходили одна за одной Infamous, Heavy Rain, Last of Us Собственно, благодаря такому обилию громких эксклюзивов приставки от Sony и удалось выбраться из ямы Которая она оседела в начале своего жизненного цикла Игры легендарной серии Metal Gear Solid тоже обделили ПК игроков своим вниманием На компьютерах вышли лишь первые две части, а шедевральные третья и четвертая для многих остались незамеченными Впрочем, Phantom Pain, которая уже вот-вот выйдет, должна исправить эту несправедливость Ну а самая ожидаемая ПК геймерами игра, GTA 5, которую они получат уже через неделю, полтора года оставалась консольным эксклюзивом Если вы любите Доту или Контру и пропускаете мимо себя все остальные игры, то зачем вам консоль? Ну а если вы подались искушению и купили приставку ради эксклюзива, то и все остальные игры будете покупать именно на консоль Ну по крайней мере я знаю нескольких таких людей Ну что любители компьютерных игр, готовы к оживленной дискуссии в комментариях? Начинайте! Но не забудьте проголосовать в нашей группе ВКонтакте, ссылка есть в описании, за консоли или за ПК А в следующем выпуске я скажу, кто победил С вами была Крысина Финг, до следующей недели! Я буду рада так, как если бы на ПК вышли сразу все эксклюзивы с консолей Если ты подпишешься на канал, узнаешь 10 удивительных фактов о воде И посмотришь предыдущий выпуск 1 на 1 про Соника и Марио ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА